Что горит, где горит? Вот мы тушим, помогаем России тушить тушу, но при этом никто не говорит, что у нас горят леса в Якутии. С мая по октябрь Якутия была в огне. Сгорело по разным данным от 8 до 10 миллионов гектаров леса. Выгорели особо охраняемые зоны, заповедники, места проживания коренных малочисленных народов севера. В поселке Бяскюэль, горного Улуса, сгорело 30 домов. В то время как Нью-Йорк Таймс на главной странице газеты публиковал информацию о небывалых пожарах в Якутии, российские СМИ молчали об этом. А глава республики Айсен Николаев утверждал, что все под контролем. Говорят, что раньше таких пожаров не было. Мы ходим по углям, у нас каждый день загорятся в победу. Но мы не за единство. Вот эта вот «Единая Россия» найдет себя. Иван Илускан, который говорил, что пожары нужны. Айсен Николаев, который два месяца говорил, даже в руках три месяца, он до середины августа говорил, что все под контролем. Все реально под контролем. Хотя было реально не под контролем. Она, по-моему, 6 миллионов гектар сгорела, он говорит, что все под контролем. Мы отправляем студентов как кушечное мясо, все под контролем. Вот когда, значит, наши граждане объединились, да, вот они стали звонить на горячие линии МЧС, служб доверия различных, да, по поводу того, какая у нас ужасная ситуация с пожарами, да, что людям нечем дышать и так далее. То есть тогда МЧС отреагировало, и нам были присланы самолеты Бе-200 и Илы для тушения пожаров. И так как администрация района, собственно говоря, никаких адекватных действий, даже при наличии такой техники, при наличии добровольцев, да, которых люди все-таки желали пойти на тот момент, действительно, пойти тушить своими силами, никаких активных действий, то есть здесь вообще не предпринималось. Вот у нас более того, у нас вообще практически не было никакой информации о том, что горит, где горит, да, вот мы такими вот слухами друг от друга, да, вот так вот перекидывались, да, вот. И в результате того, что была упущена ситуация с пожарами в Мерлинском районе, где непосредственно дислоцировалась техника для тушения пожаров по всей республике, вот, в результате этого ни Бе-200, ни Илы не смогли вылетать просто на пожары в другие районы. То есть и наш не тушился, и другие районы из-за этого сильно горит. Собок вношения. Да, вот. И получается, и только когда мы уже опять повторно, то есть мы ждали, мы ждали, мы, конечно, честно ждали, там, неделю-две ждали, когда же у нас все-таки все это взлетит, все это, соответственно, не летает, током ничего, техники, током техники у района тоже нету для тушения пожаров, то есть предприятия местные особо, скажем так, тоже не рвались вручать родной район, да, где они зарабатывают деньги. Нам нужен был этот самолет Бе-200, у нас вот полоса, не в тему, почему-то ремонтировалась супердолго, с 15-го года, как кажется. Хотя у нас садились Боинги, взлетали Боинги, Боинги летали, Боинг по грузоподъемности, по габаритам, он такой же, как Бе-200. У нас Бе-200 не смогли посадить, сказали, что у нас ремонтируется полоса, но почему-то Боинги летают. Отправили Бе-200 в мирный, кажется, и там был дым, из-за этого он не летал. А несколько самолетов Бе-200 отправили в Турцию. Простые люди не знали, что у нас Бе-200 стоит мирно, потому что оно вообще не летает, не показывается. Шойку отправляют Бе-200 в Турцию, два самолета. Говорит об этом суперторжественно, вот мы тушим, помогаем России тушить Турцию, но при этом никто не говорит, что у нас горят леса в Якутии, намного больше по территории, еще была карта такая, вот пожары в Турции, и вот такие вот пожары в Якутии. Шойку об этом молчит, Путин об этом молчит, Мишустина, Лавров, все-все об этом молчат, отправляют самолеты куда-то в Турцию, и все подумают, что про нас реально забудут. Мы как будто не люди, мы просто маленький регион, не живут люди. В Турции реально люди живут. Люди в Турции отдыхают, а в Якутии, да. Мне кажется, вот потом, когда Греция тоже горела, там то ли министр, то ли президент, он извинился перед населением. Он сказал, извините меня, я допустил такого, я допустил пожары. Мы сейчас никакого извинения, никаких ошибок, там, не знаю, уроки, там, над ошибками, свои какие-то действия, никто не стал разговаривать с народом. Умерли у вас первенцы, бабушки, задыхайтесь, дети, задыхайтесь. Мы будем пиариться перед новыми выборами. Это вот очень странно. Это какая-то, не знаю, это бесчеловечность, что ли. Когда ты смотришь, и там маленький такой пожар был в Греции. Ну реально там, да, людей эвакуировали, были страшные кадры. У нас такого же масштаба были кадры. Такие же страшные, такие же, очень много их было. Сгоревшие животные, обгоревшие животные, люди без домов, сгоревшие дома. Тоже очень много достаточно. Лоси сгоревшие, прям лось сгорел. Иван Луцкан, у нас есть врач, который в каких-то прошлых годах, что ли, в 2020 году поехал на встречу с Путиным и говорил, что у нас ковид под контролем. И говорил, как у нас все хорошо, за всеми хорошо смотрят. И получил награду от Путина в начале пожаров, в начале июля, когда можно было отправлять и говорить про самолеты. Он говорил, нет, пожары это нужно. Пожары будут всегда. Это врач говорит. В тот момент, когда отправляют студентов, когда студенты падают в обморок, в эпицентре пожара, когда вокруг дым, и реально идут переписка, что ребята просто в обморок падают. Просто, потому что там очаг пожара, там жарко, там дым. А он пишет, пожары будут всегда. Надо привыкнуть к диванным войска. Диванным войска, диванной аналитики, которые вы поднимаете больше всех шума, привыкнете к тому, что пожары будут всегда. А сейчас он баллотируется от Единой России, и все брата забыли. Отправляют одну цифру, показывают, где еще. Начинают, ну, дотушивают, локализовывают огонь. Они оттуда уезжают. То есть ветер подул, оно опять возгорается. Им отправляешь данные, вот, с интернета, там, то есть, ну, ребят мне дотушили, в общем-то. Они отправили одну цифру, а по итогу там совершенно другие вещи получаются, на самом деле. Я был и на разведках местности, на дотушиваниях. На тушении пожаров был в поселке Айгуда. Но этого уже поселка нету. Точнее, ну, леса окраина, леса. И ни одной машины пожарной службы я там не видел. Ни авиалесоохраны. Никого я не видел там из властей, что касается государства. Выезжали, вот, как я говорил, добровольцы. И выезжают добровольцы до сих пор. На разведках мы бываем периодически. Запускаем квадрокоптер, смотрим по квадрокоптеру. И уже при помощи техники, вот такой вот незначительной, своей техники, уже видно, где появляются новые очаги возгорания. Это неоднократно мы видели. И на разведке мы также дотушивали их. Выходили, брали с собой, вот, как сегодня ранцы. Ну, здесь уже нет ни возгорания, ни дыма. Ну, вы сами чувствуете, да? То, что нету ничего. А вот первый раз, когда я ездил сюда, вот именно вот в этот лес, было ощутимо, что здесь есть возгорание, здесь есть дым, присутствие дыма. И два очага мы здесь, вот, именно в этом лесу затушили. На разведке в Айгурдахе мы затушили, на разведке когда были, мы затушили в тот день 7 очагов возгорания. Это не касаемо того, что мы ездили уже на рейд, ну, подготовленной группой добровольцев. Мы ездили втроем, то есть в разведку. Ну, у нас по работе как совпадает, в зависимости от работы. Людям тоже нужно работать. Появляется свободная минута, кто-то из ребят выезжает на разведку и на тушение пожаров. Мы опять начали звонить во всевозможные службы, МЧС, экологии, там, писали министрам, там, различным экологии, уже федеральным, потому что нашим уже было бессмысленно писать, да, вот, то есть, и после этого, наконец-то, там, нашли возможность, в конце концов, перегнать самолеты с Мирного, да, там, вдруг у Полярный нас, по-моему, перегнали, да, и непосредственно уже оттуда с Полярного самолет стал тушить уже все остальные районы. То есть и наш Мирненский, особенно когда загорелось там, территория рядом с мертвым лесом при саркофаге, да, вот, то есть там вообще прям сильная паника была, то есть к нам сразу даже замминистра приехал по экологии наш местный, для контроля ситуации. И вот получается только тогда, когда население непосредственно присоединяется к этой теме, да, то есть когда они действительно действовали решительно, решительно, ну, в конце концов, это не так уж сложно, да, каждому человеку просто взять телефон, набрать телефон бесплатный, горячей линией, да, туда позвонить и в конце концов сказать, блин, да ёлки-палки сколько можно, нам нечем мешать. Да, ну, вообще, в принципе, о любой проблеме нам нужно всё-таки заявлять открыто и честно, да. Ну да, это ответственность. Ну, никто вас за это, по крайней мере, не убьёт. А может быть, даже наградят. Скинули информацию, что идёт набор добровольцев от администрации города, ну, потом тут же в этой же группе написали, что как он идёт, что, типа, люди записаны ещё с июня, получается, в добровольцы на тушение пожаров, ну, как бы уже конец июля, а вот всё там. А в августе то же самое писали. В общем-то, как-то непонятно было, то ли идёт набор, то ли не идёт, то ли они ездят на эти тушения, то ли не ездят. То есть я сама сходила в администрацию, то есть я спросила, я посмотрела этот договор, как они заезжают, что им предоставляется, есть ли страховка и так далее. Вот. И, то есть выяснилось, что, как бы, добровольцы есть, особенно в этот острый период, нашлись, да, но, как бы, не у всех есть возможность заезжать именно на неделю. То есть предприятия не готовы, допустим, давать работникам оплачиваемые отпуска на этот период, когда они едут добровольцами на тушение пожаров. То есть некоторым даже откровенно говорили, увольняйтесь, идите тушите, типа, это ваши проблемы. Вот так как еще и ЧАЭС не было объявлено, ЧАЭС у нас было объявлено только в лесах, вот, а тут, как бы, дело касалось города, и здесь ЧАЭС вроде как не объявлено, да, то есть опять очередной непонятный полумер, какой-то, который не дает никакого эффективного результата, да. То есть первый заезд у нас был на Черную речку, фактически у нас тогда ничего сильно не было. То есть вот мы связались с нашим лесничеством, да, то есть мы переговорили, потому что так как мы хотели хотя бы немного подстраховать, чтобы добровольцы, да, потому что доброволец, допустим, при такой ситуации, когда нету оговоренности, да, где они находятся и так далее, то есть они могут попасть под встречный пал, они могут попасть под сброс воды с самолетов, да, они могут попасть под встречный взрыв, ну, когда создаются специальные взрывы, да, то есть чтобы этого не произошло, то есть необходимо было взаимодействие какое-то все-таки с администрацией города, в связи с тем, что вот мы связались с Мерлинским комитетом по экологии, вот, я как общественный инспектор по охране окружающей среды, они нас вывели на лесничество и на координатора потушению пожаров в Мерлинском районе, ну, там был додух министра, мы непосредственно с ними, короче, встретились, вот, то есть я привела прямо всех наших добровольцев, которые у нас были, вот, мы сели, переговорили, ну, и, в общем-то, мы договорились, что, как бы, мы сами по себе, то есть нам бы предоставили ложки, вот, а все остальное мы уже собирали сами у неравнодушных, скажем так, жителей, причем не только мирного, очень отозвался Иркутск, Новосибирск, Ленск, ну, вот, так что очень отзывчивые такие люди оказались, но при этом местные предприятия нам вообще никак не помогали, мы всегда не сделали вид, что нас просто нет, вот, ребята на своих машинах, опять же, сами, вот, собирались, экипировались, вот, ну, то, что нам удавалось на тот момент собрать, они брали с собой и ездили непосредственно на тушение, то есть, ну, основная, многие, конечно, очень многие писали, типа, какой же в этом смысл, а зачем, а надо тушить только тогда, когда есть угроза объектам жизнеобеспечения, ну, вот, скажем, например, вот у нас есть мертвый лес, да, там, где были ядерные взрывы, да, вот, допустим, в Вайхале у нас есть мертвый лес, там были ядерные взрывы в советское время, да, то есть, если бы данный объект, данные, вот, возгорания, вроде как, не угрожают объектам жизнеобеспечения, да, но при этом, если бы лес загорелся, то есть, тут бы уже всей планете бы мало не показалось, потому что неизвестно, куда бы это облако ядовитое внес бы ветер, либо на нас, либо в другую сторону, либо на север, но в любом случае, незамеченным бы это не осталось, да, то есть, моя задача как координатора обеспечить мою группу всем необходимым, то есть, вот, нам удалось приобрести помпу, вот, рукава, пилу, там, топливо, вода, ну, то есть, все такое самое-самое необходимое, то есть, это тот минимум, который у нас есть, палатки там, в общем-то, это минимум, что нужно, на самом деле, для того, чтобы эффективно тушить. Просто дотушивание, это, на самом деле, то, что недооценивают, да, очень сильно, но на самом деле это очень важно, потому что тлящий вот этот вот пожар, да, в конце концов, при усилении ветра, он разгорается открытым огнем, и так же перекидывается на сухостой, то есть, сухостой у нас тоже сейчас много, тем более, если учесть, сколько мы еще и горели до этих лет, вот, то есть, ну, и, в принципе, все ребята со мной, те, кто ездят, они со мной согласны. В основную силу, да, мы не можем развернуться, в силу того, что у нас не хватает транспорта, то есть, элементарно, чтобы перевести кубовую емкость, да, чтобы было удобно набрать воду, ну, вернее, для ускорения, скажем так, процесса, да, то есть, в емкость набирается вода, потом с этой емкости, ну, довозится непосредственно до точки тушения, да, где тушат непосредственно, с этой емкости набирается вода в канистры, из канистера в РЛО, да, то есть, хватаются канистры и бегут к там, к точке, да, потому что пока что, если, допустим, без нее ездить, то, как бы, здесь тоже есть определенная сложность, во-первых, затрачивается очень много времени, вот, во-вторых, пока ты там отошел, просто, чтобы залить опять воду, то есть, вот, ты тушил, 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 вроде как он притух, пока ты отошел, он снова разгорелся, вот такие вот есть моменты, да, вот, элементарно, то есть, эту емкость нужно на чем-то перевозить, ее не прицепишь просто так, ну, вот, население как-то, вот, после того, как углекислого газа ушло, в общем-то, успокоилось, выдохнуло, да, решила, что пожары все закончились, и, в общем-то, все, вот, поэтому тоже и добровольцев, то есть, новых уже не было, вот, ну, вот такая вот есть небольшая проблема, как бы, у нас, но все равно мы намерены работать, уж пока не дотушим их все. Как люди могут вам помочь? Люди, да, в общем-то, ну, просто прийти, ну, мужчины желательно, чтобы пришли все-таки добровольцами, потому что у нас было очень много желающих пойти на тушение пожаров женщин, но все-таки женщина все равно, даже если она очень мощная женщина, априори более слабое существо, чем мужчина, да, все-таки здесь нужно мужской более, мужчины более опытны в таких ситуациях, они элементарно ходят хотя бы иногда на рыбалку, на охоту, и были в армии, да, а женщины все-таки как-то в армию не ходят у нас, поэтому им сложнее в подобных ситуациях. Материальная помощь как вам можно оказывать? Материальная помощь, то есть у нас может быть только товарные, это продукты, какие-то там, ну, какая-то техника, топливо, вот такие вот у нас самые насущные проблемы. Изначально, значит, у нас на лесоохрану выделяется очень мало денег, то есть это примерно 8 рублей на гектар, да, то есть это очень мало, особенно если учесть, что у нас там очень большая территория лесов, да, которую нужно как-то охранять, а лесоохрана вследствие низкого финансирования, что авиаресоохрана, что лесоохрана, ну, обычная, да, они у нас просто сокращены до предела, то есть вплоть до того, что, допустим, район работают, ну, наверное, в лесоохране 5 человек, ну, то есть это очень мало. А район это сколько по площади, чтобы представляли наши зрители? Ну, допустим, это наш район. Ну, сопоставим с, наверное, с крупным регионом российским каким-то. Ну, да, да. Скажем, целая Самарская область, например. Ну, примерно, да. И получается, что всю эту территорию, наша лесоохрана, она не в состоянии, в принципе, контролировать, то есть вести мониторинг. То есть на мониторинг тоже нужны какие-то технические средства, да, пусть мало народа, но должны быть тогда хотя бы технические средства для мониторинга, да, которых, соответственно, тоже нету. Ну, вот, поэтому получается, что территория не подконтрольная. Более того, вот такой вот интересный еще момент один. У нас в этом году очень сильно, это в Российской Федерации в смысле, законодательно, значит, обрезали очень много полномочий государственных инспекторов по охране окружающей среды. И то есть, по сути, единственный, кто может хоть как-то... То есть они могут работать, но, опять же, по заявлению. Если они могут сами вдруг прийти и начать там проверять, да, допустим, что им там позвонили, да, анонимно там сказали, вот там то-то, то-то происходит, да. То есть должно быть какое-то заявление хотя бы от того же самого общественного инспектора по охране окружающей среды. Нехватка финансирования, нехватка штатных единиц, да, она вот не позволяет раннее окружение осуществлять, да, пожаром, потому что меньшая площадь, это же легче, да, дешевле тушить. Вот, но здесь вот запустилась на огромную площадь. Вот это неправильная методика расчёта мероприятий. Накануне пожаров, в апреле, состоялся круглый стол с недропользователями, которым в этом году выдали небывалое количество разрешений на выработку полезных ископаемых и месторождений. Власти их пожурили, что они не пользуются своими разрешениями и пригрозили лишить их лицензий. И как по заказу, в мае вспыхнули пожары, масштаба которых Якутия никогда не видела. Был круглый стол в апреле, Роснедр, да, вот, где было сказано о том, что выдано очень много лицензий, вот в том числе у нас по Якутии за последние три года очень много лицензий выдано для недропользователей. Значит, и по итогу не ведется освоение лицензии выданы, но освоение ведется слабо, поэтому им пригрозили, что если не будет вестись освоение, то есть они могут быть лишены лицензией. Вот, и тут через некоторое время, можно сказать, в конце мая, мы уже тут все усиленно горим со всех сторон, то есть, ну, действительно, слишком много точек возгорания, то есть точки возгорания появлялись очень много практически за сутки, ну, я очень сильно сомневаюсь, что у нас такое количество, как так называемых сухих гроз, которых я лично никогда не видела. Вот, ну, и, в общем-то, можно сделать все-таки определенные выводы. Горело все то, что по закону нельзя трогать недропользователям. Но если там все выгорело, то остается лишь счистить горельник и начинать выработку. Золото, уран, алмазы, газ, нефть. Якутия богата месторождениями. Почему-то очень странным образом появлялись пожары именно в тех местах, где у нас полезно ископаемое. То есть, если прошлогодние сибирские пожары, когда очень большие территории горели в Сибири, еще можно было сказать, что ты везли древесину и все такое, у нас такого не скажешь, потому что у нас смоленистые породы, у нас сосна, эти вот все лиственницы, они очень смоленистые, они к строительству не подходят. У нас только одна железная ветка. То есть, если кто-то и будет вывозить, то они спавятся на этой железной ветке. Но у нас регион очень богат. У нас алмазы, у нас уран, у нас золото. Просто отправляют геологов, им говорят на карте, вот здесь где-то должно быть уран. Давайте отправим сюда геолога разведывательную группу, посмотрим, есть ли здесь уран. Они приезжают, делают отчет. Так вот, невидимо приезжают. И потом, откуда ни возьми, через несколько месяцев появляется вот здесь пожар. То есть, с логической точки зрения, можно все свалить на пожар, на природные явления, на какие-то сухие грозы. Но это будет. Но я все равно верю, что может быть такой заказ. Это тоже человеческая жадность. Человеческая жадность потом скажет, что все сгорело. Вот это вот, сейчас даже новости идут, что все сгоревшее продается Корее. Эти все сгоревшие территории. Как это продается только сгоревшие деревья или территория вот эта сгоревшая, непонятно. Вдруг это реально территория продается. Потому что у нас сгорело, на данный момент, когда мы делали челлендж, вот арт-челлендж, было 3 миллиона сгоревших. На данный момент сгорело около 8. И у нас были моменты, когда на новостных пабликах были публикации, что покрышки горящие лежат. Возле дорог. Люди, например, едут в деревню, в другую часть, смотрят, одиночное дерево горит. Возле дороги почему. Это очень странно, на самом деле, когда возле дороги. А потом появились записи, когда поджигатель анонимно стал говорить. Мне платят. Мне платят за деньги, чтобы я поджигал. Дело под отчет. Я могу ехать в лес, гражданки, одетые в обычной легковушке. У меня сзади лежит запаска. Ко мне подойдет ТПСник или кто-то еще. Я говорю, просто я иду по делам. Меня никто не спает. Меня никто там не скажет. Я подъезжаю к дороге. Там, где никого нет, а у нас расстояние очень большое. Оттаскиваю свою запаску, отливаю ее бензином, бросаю ее возле дороги, поджигаю, снимаю, делаю фотоотчет и езжаю обратно, получаю деньги. То есть у нас были специально обученные поджигатели. В Сибири тоже я слышал, что такие тоже есть. Это специально обученные ребята. И мне непонятно, кто их спонсирует. Проблема с недропользователями, она есть и была. У нас в этом году особо многочисленные видео отправляли. Ну, от неустановленных лиц, конечно, правда. То, что вот сливали бензин с вертолета. Кто-то видел, что возле техчур из парома люди видели, как мотоциклисты или машина какая-то с паком была. И после них сразу пожар вспыхнул. То есть пожар же не может так быстро вспыхнуть, а он же медленно. А тут после них сразу как-то пламя большое пошло. Их не нашли. Это также была история в Смирницком районе, возле Марковка местности. Там тоже люди видели, что одного нашли. Он признался, что ему это так сказали. Но он не сказал, кто правда, да, бензин. У него были пустые баки. И он уехал. В общем, это дело замяли. У нас сгорело ОПТ, особо охраняемая природная территория, которая, скажем так, в начале этого года была выдалена нефтяной компании. Часть, часть ее, ну, для каких-то там их работ, да. Вот у них было, значит, там, в феврале у них был ВКС, в ходе которого они узнали, коренные малочисленные народы Севера, которые там проживали, что, значит, вот эта вот часть территории уже отдана по факту, да. И что там будут вестись какие-то разработки. В ходе ВКС, значит, было договорено, что в июне у них будет еще одно дополнительное собрание. Вместе с нефтяниками, с районом, с главой населенной территории, да, вот, с самими представителями общины, да, коренных малочисленных народов Севера, где они будут договариваться, каким образом там будут вестись разработки уже непосредственно. Но до этого светлого момента собрания, к сожалению, дело не дошло, потому что в конце мая, начале июня территория КМНС вспыхнула. И согласно ответа Министерства экологии нашего республики Сахая-Кутия, территория особо охраняемая, природная, выгорела полностью. То есть людям сейчас и жить негде? Ну, как бы поселок-то там есть, то есть там сгорела часть поселка. Ну, так вот, скажем, не дома прям конкретно, да, но что сгорело? Сгорели полностью охотничьи угодья, вместе с техникой совсем, да, сгорелись сенозаготовительные угодья, ягодники сгорели, да, то есть грибные места сгорели, там, где особый там целебный этот мох, да, вот это вот, все, вот это вот, все, короче, сгорело, там еще не осталось. По сути, промысловый образ жизни, который ведут КМНС, да, коренные молочи сами народа Севера, там вести невозможно больше. То есть им нужно куда-то деваться им нужно. Как будто бы их специально спровоцировали, очень похоже. Ну, да, то есть я считаю, что таких совпадений просто не бывает, да, то есть что у нас говорит Роснедра, да, что мы лишим вас там, если вы не будете осваивать лицензии, да, и тут же у нас все везде начинает гореть, причем горит, вот если вот я посмотрела по карте, вот получается везде, где у нас ведется более-менее такая крупная, крупная недропользование, да, где ведется разработка недр. Ну, я считаю, что таких совпадений просто не бывает, тем более я знаю, допустим, на каком уровне обычно у нас ведутся такие дела. То есть здесь у нас головное предприятие, главное, да, ну, не важно, как оно там называется, там нефтяники, газовики, то есть оно, значит, головное вот это вот нанимает субподрядчика, да, значит, который должен произвести там строительство, разработку, прокладку там трубопроводов и так далее, да. Они нанимают под это дело субподрядчиков, субподрядчики нанимают еще других субподрядчиков. В результате у нас на таких работах работают, скажем так, люди, ну, не самых высоких моральных ценностей, скажем так, вот, поэтому, в принципе, пофиг на нашу природу, потому что они временщики, они сюда приехали, уехали и все, их дальше не калышат там, они живут себе дальше нормально. Что-то там недавно сгорело, сгорело поселение, судя в городе, где-то, говорят, человек 200 около населения, что их пришлось даже эвакуировать. И я стала просто по телефону спрашивать у своих знакомых, правда, насколько там правда, что там получилось. И оказалось, что это, пожалуй, там почти, ну, не первый год, скажем так, и один из моих знакомых в прошлом году, оказывается, есть вот ударный охот, и он рассказал, что там были страшные пожары, что там бедственное положение у людей. Но так как это поселение находится в районе работ, поисков, разработок алмазных месторождений, речка у них загажена, питьевой воды, проблема, оказывается, проблема питьевой воды уже существует не один год, а нынче после пожаров их вообще вывезли. И никто не может точно сказать, куда, как, да, конечно, эвакуировали все поселение, сколько там, кому, что, как помогли, никакой информации, к сожалению, я не обладаю на сегодняшний день. После того, как народ поднял шум, в регион все-таки доставили самолет БЕ-200 для тушения пожаров и несколько самолетов ИЛ, но все они стояли на стоянке в Мирном и по различным поводам две или три недели их не допускали к тушению. То взлетная полоса не готова, то слишком много дыма, то еще что-то. Только после того, как народ снова стал шуметь, звонить, требовать, самолет переправили в поселок Полярный, из которого они начали совершать вылеты на тушение. Якутия горит ярким пламенем, все говорят, что это неправильно, но лучше знают, как нам вести себя. Большие дяди в нашем правительстве на телефон пришло сообщение От МЧС о сладком спасении Мне пишут закрывай окна двери И желаем радости и терпения Горит наш дом, но все вокруг Чего-то ждут, чего-то ждут Наш лучший мэр, наш лучший друг Очки надел, ну бли за рук Настолько, что не видят тех старых Людей, что не смогут спастись от него и угорать Кильку покажи Вот килька Это вот это, материальная помощь, да? Шпроты, бигланч, говядина, ага И хватает вам на еду, да? Макароны дали? Идите, да? Ага, это пакет, вот это Понятно То есть тут лапша, макароны, консервы, да? А вот дали Печенье, ага Кружки и чашки, да Это вам один раз или вам каждый день приносят сколько? Каждый день Каждый день приносят, да? Как-то кальчика приносят, да? Вы говорите Капюшка, капюшка и капюшка А, овощи тоже приносят Да, они плохие Да, я смотрю, плохие Испорченные Уже отсыревшая морковь Там прям с грибком А тут только два человека лежат А, и вот еще Ну вот морковка как-то надо открыть Холодильника нету, да? Нету Холодильника нету Хранить негде портится, да? Да, поэтому портится Вот это И вот это Что-то полк Вот дали А, в банках? Это наша портушка Ага, ваша? Классно Классно А банки это вам дали тоже, да? Да Ну вот То, что холодильника нету плохо надо Чтобы холодильник дали Тогда нормально будет, да? Овощи портиться не станут Там где пожар был, там бочки были лежали, да? На месте Как будто бы бросили и взорвалось как будто бы Мы же там не бросим, мы наоборот собираем Побирали, да? Чтобы употреблять Для воды и вин Для воды и вин Аааа, понятно А у вас три постройки было, да? Гараж Да 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 Ага У нас не было Хай-лак парик где барит Ай-лак А вот и документы были, да? Ага Боилок Летний домик же, да? Подальше от этого было, да? Да, у вас? Был руна, хам-оди Тут тут тупо По-тупо Новый дом Ага Новый Ага Ага Савно Рани У меня Ага Ага А, должны оклад еще не поставить, да? На следующий день. На той неделе говорили, оклад делают дома, именно по 9 на 9 300. На двухэтажный дом еще не сделали оклад. Она каждый день идет туда и все равно. Что у всех уже? У всех уже там начали постройки, оклад туда, стены начали возводить. А у них на их участке ничего еще не построили. А у нее дом новый сгорел, летний дом сгорел. Сколько там было площади? Это летний сгорел. Ага, 9 на 6 было. А старый 10 на 6. То есть сейчас дают жилье меньше? Да, да. Меньше дают, ага. И там гараж не будет, нету ничего тут гаража не будет восстанавливать. Банник не будут восстанавливать. Здесь у тебя подальше был старый дом у женщины. Здесь, я так понимаю, новый. Из-за пожара все. Да, вот тут собственно дом. Спасибо, Сережа. Вот и получается, что сгорели оба и все заровняли трактор. В июне пожар был. Ага. Люди приехали, потушили, сказали. Не потушили. Ага, сейчас тоже там торфяники горят. Но вот в июне пожар был. Люди приезжали, говорит, автобусом. Потушили. И все равно оказывается плохо потушили, не потушили. Этот огонь опять все равно на поселок пошел. На летний там. Там страшно. Значит там в 11.30 где-то сгорело, да? Внутри поселка, да? Айсений Николаев приехал, да? И все туда пошли смотреть его, да? Ага. А в это время все это горело, да? А там горело, да? В это время. Вот в это время. Все пошли смотреть на Айсена, а тут все горело. А тут все сгорело. Вот, да. А он еще вот прыгал. Ааа. Бегали, в тапочках вышли все. В чем вышли, так и все горело. Все горело. Ааа. Хоть одежду дали. Вот. Одежда, зимней одежды нет. Четыре холодильника не отгорело. Тут внутри три холодильника было, а там в летнем стойбище один холодильник и мебель, да? Мебель, телевизор сколько было? Телевизор. Умол. 25 тысяч на каждого числа и все. Там сколько домов сгорело в летнем стойбище, стойбище, ампардах? Воники, да? Воники. 12, да. И у кого-то только 2 оформленные, да? 2 только дома. Остальные ничего не дадут, да? Там уже дома не оформлены, да? Да, 10 домов не оформлены, 11 паспорт был сгоревший. Документы у нее сгорел в этом доме, в Саиленхе тоже сгорело. А без воды машина пожарная тоже у них быстро заканчивалась, не тушили, плохо тушили. У нее посередине был домик. Она говорит, почему сразу-то не потушили, которое оттуда началось? Могли бы как бы побольше домов сохранить, да? Угу. А это был верховой, и они вот их заранее не эвакуировали. Вам не говорили, да, эвакуироваться. Так не говорили. То есть никто не спасал людей? Нет, кричали, они сами по себе, выходите сами по себе, и они сами по себе, да? У меня было головы там. Все как к Айсену Николаеву пришли. Айсен Николаеву пришли, да? Айсен Николаеву пришли. А все туда в администрацию пришли. То есть пока здесь был Айсен, в это время все горело, и никто не тушил? Да, никто не тушил. Ну как бы не тушили же особо, она говорит. Ушли, все убежали, и люди сами по себе, никаких оповещателей-то не было ничего. Сами друг к другу стучали с двери и говорили, давайте все выходите, выходите. Понятно, ясно. А все начальства, все пожары к нему пошли, Алексей Николаев, когда он пришел, да? Люди пытались тушить снизу дома, первый дом, а пожар с нескольких сторон подошел, верховой же был, и не смогли тушить. И так, он с первого дома, со второй пожар, и вверху вверху, и ветер, да? Ветер сильный был, и сверху его так как-то все. Как живой, говорят, огонь, да, Бог? А, со звуками там сразу. А, сказала, что там дышать нечем было, да? А, все убежали, значит? А, возле школы они подошли, все сказали, и этот пожар уже вокруг, даже на трассе был пожар. А, автобус подъехал, спас людей, которые ждали возле школы, а пожар, как будто бы за ним гнался, за людьми. А, автобус подъехал быстренько, через, ну, туман там все, эй, то есть дым лесной, ага, всю гадь. Не видно было ничего. И кое-как автобус подошпел, и людей спас, получается. До середины августа глава республики Айсен Николаев отказывался вводить режим чрезвычайной ситуации. Но в середине августа пожары дошли до Центрального Алдана, район, где находится 1 миллион тонн урановых отвалов, не утилизированных должным образом еще в 20 веке. Если бы там вспыхнул пожар, то случилась бы катастрофа небывалых масштабов. На помощь пришли якутские художники, проводившие челлендж «Сейф Якутия». Пожарами заинтересовалась Нью-Йорк Таймс, норвежские, финские и даже африканские издания. И даже в это время молчали российские СМИ. Я хотел, у меня просто папа работал в лесхозе. У нас были лозунги, которые папа рисовал. У меня просто папа тоже рисовал. Лес – наше богатство, сохраним лес для детей. Я хотел поднять именно по теме лесхоза. Я хочу, чтобы это было социально. Давай нарисуем стерк на нашу священную птицу. И поднимем вопрос через какой-то внутренний стержень. Затронут нотку каждого. Потому что стерк, все знают про стерков, все их вспоминают во время праздников. Но мало-то вспоминают, что когда именно пожары, они тоже страдают. Мы нарисовали стерк горячую, и мне потом пришла в голову идея, почему бы не нарисовать его на фотошопе, это более реалистично. Я нарисовал, то я обычно по ночам работаю, в 6 утра я его нарисовал. Написал, сейф Якутия, спасите Якутию. Хотя сейф это сохраните, потому что ошибся. И сказал, давайте вспомним, что у нас есть животные, кроме нас, в республике, очень много животных. Давайте, брат, вспомним, что они тоже страдают. Ну, если хотите, сделайте репосты. Они не агитировали, давайте делать репосты, просто, да? Я сказал, если хотите. Лег спать, у меня телефон стал алюбрироваться. Просто не понял. Потому что, видимо, люди стали просыпаться, наоборот, а я лег спать. И в обед, когда я проснулся, я смотрю все репосты. И везде хэштег появился, сейф Якутия. Потом мне понравилось, когда девушка написала, пожалуйста, не прекращайте рисовать, потому что мы видели в прошлом году, художник нарисовал и прекратил. Пожалуйста, не надо прекращать, потому что репосты идут, надо тему освещать, надо об этом не молчать. Если хотите, можете нарисовать еще, мы вас поддержим, простые люди. Я нарисовал момент, как раз люди тушили сами, деревни, пожар с сапогами, там, прям, были там, вспотевшие лица стариков, женщины, дети вышли тушить пожар. А в этот момент, в горном Алусе, в 100 километрах от Якутска, начинаются мероприятия по спортивным играм Играм Анчары. Я смотрю репортажи, все в дыму, но там многомиллионная подготовка, которая может тушить реально пожары, а тут идет подготовка к мероприятию. Я сделал другой арт, там, где сидит С.Н. Николаев, а он еще объявил конкурс в ТикТоке «Моя Якутия». И все люди такие, зачем этот конкурс в ТикТоке «Моя Якутия», если реально для Якутии ничего не делается, если пожары не тушатся. Проводятся какие-то многомиллионные игры в эпицентре пожара, вокруг все горит, а зачем-то тратятся миллионы на организацию. Я нарисовал другую картинку, где сзади большой медведь подходит, просит помощи у Айсена Николаева. Здесь надпись, типа очередное собрание по играм анчары и конкурс ТикТока. У меня вот картинка есть. И как будто он отмахивается от медведя, который просит у него помощь. Это тоже зацепило. И у меня вот было в тот день, получается, 5 июля, три картинки. И там, где лисенок просит помощи. Большой лисенок задыхается, потому что детеныши, как потом сказали, что животные чувствуют дым, они сразу мигрируют. Но детеныши, они же маленькие, они далеко не убегут. Они, скорее всего, могут умереть. Или там, самки будут, ну, мама их, получается, будут их подталкивать, и они не смогут уйти быстрее пожара. Я нарисовал лисенка. Получается, тут три картинки, стали, пошли, ну, как бы, их стали репостить, на них стали обращать внимание. И все, и я не знал дальше, что делать. И потом мне написал Максим, мой друг сказал, Леха, давай, сделаем челлендж. То есть, не чтобы только ты один делал, чтобы на тебя весь хейт, или там, негатив на тебя только падал. И у нас так получилось, когда мы хотели сделать, вот именно, передаешь другому, что люди сами подходили. Мы не стали дожидаться того, чтобы кто-то кому-то передавал. Мы просто сказали, что вот мы объявляем в Арченич, и заметили, что люди, все любые художники, начиная с детей, там, художников из других стран, они все начали рисовать. И когда вот мы со своей стороны, с творческой стороны, стали делать манифесты, манифесты именно по сохранению природы, мы поняли, что, ребята вообще разные. Мы не издавали какие-то рамки, мы не издавали именно рисуйте против политиков. Мы просто сказали, мы хотим сохранить природу. И хэштег везде пошел, всех Якутии сохраняем Якутии. И все рисовали в рамках этого. Кто-то рисовал на политическую тему, кто-то рисовал именно пожарников, кто-то рисовал животных. Так получилось, что больше животных, и кто-то рисовал прям наш, деревянный у нас есть канавязь, Сергей называется, как будто оно горит. Потому что любое дерево будет гореть. Любые символы, там плачущую женщину Якутию рисовали. И я потом тоже стал рисовать под батарею, потому что был парень с мутаром, он говорит, я буду рисовать до тех пор, пока пожары не поток. На меня вышел репортер из Нью-Йорк Таймс, и он спросил, ну пожары же везде, не только же у вас горят. В чем особенность ваших пожаров, можешь ли скинуть ссылки, я говорю, у нас просто горит каждый год. У нас прошлый год, позапрошлый год, позапрошлый год, иногда бывает разница, иногда с мая, иногда с июля, иногда с августа, но факт, что горит каждый год, это остается все равно. Все равно каждый год, в течение 2015-го и 2012-го года, прям каждый год горит, уже 8 лет, в течение 8 лет. Только там разные площади бывают. Говорит, а в чем опасность? Просто горит сейчас Калифорния, горит Сибирь, горит Амазонка, все страны горят, типа у вас есть какая-нибудь ваша особенность? Говорит, у нас просто особенность, вот уже 3 миллиона горит, у нас вечно не злота. Просто тогда, на тот момент, я не сильно разбирался в пожарах, я знал, что у нас, как бы вечная мерзлота, это опасность выброса метана, когда вечная мерзлота тает, под вечной мерзлотой, типа гейзер, метан вырабатывается. Я ему сказал про это, он говорит, хорошо и проверим. Антон Красновский, который из New York Times, он сказал, что вот статья вышла, ну и все стали говорить, и она вышла на первой полосе New York Times про якутские пожары. И он там хорошо описал, то, что проблема, вот допустим, прошлогодний наш пожар, выхлоп углекислого газа прошлогодних пожаров и вредных веществ, по количеству, это сопоставим, как годовой выброс всех стран Европы. а у нас выброс был за два с половиной месяца. Часто. Вот такое вот. И мы люди, мы это все дышали, мы это все проглатывали и спокойно молчали, как бы, и мы поняли, что об этом не надо молчать еще больше. Меня бы, например, никто бы не услышал из африканских стран, но вышла статья в New York Times и New York Times прочитали, и это подхватили другие. Мы бы никогда не добились того, чтобы про нас говорили в Финляндии, например, или в Норвегии, или в африканских странах. Но вот после статьи в New York Times все стали об этом говорить. Африканские какие-то страны, Норвегия, Швеция, сюда приехали журналисты из Норвегии, реально ли здесь так или нет. Но это очень хорошо в плане того, что мы наконец-то добились до мировых смен. Это вот я простой художник, или вот, допустим, мы какая-то кучка активистов, художников, мы добились того, что нас наконец-то услышали простых людей. Люди задыхались, а всем, кто вызывал врачей или скорую помощь, пытались поставить ковид. Вся республика в дыму. Люди на расстоянии метра друг от друга не видели. А им хотели ставить ковид. Беременные женщины, женщины там просто выходили в одиночные пикеты, потому что нельзя собираться толпой. Потому что у нас же все-таки ковидное ограничение. Но при этом бывают такие несуразные концерты проправительственные. И там собирается толпа народа. А тут нельзя пятерым женщинам выйти одновременно с пикетом и сказать, что вот мы задыхаемся, у меня ребенок в утробе задыхается, или младенец мой задыхается. Это очень странно. Самое элементарное, что горят леса, люди этим дышат, горят звери, животные, дома, села. Вот это вот. И то, что нет никакой реакции от властей. Понимаете? Пригнали сюда эти Б-200, и они простояли здесь почти неделю. и никакой реакции на то, что все горит, они не могут, видимо, взлететь, или что, я не знаю. Но суть-то в том, что оно как продолжало гореть, так и горит. Как это все было, они же все дышат этим же воздухом. И при том, что на площади, когда подошли ко мне полиция, так сказать, и спрашивают, что вы тут делаете? Неужели они не видят, что я тут делаю? А я им вопрос встречный задаю. А вы говорю, как дышите? Вам нравится дышать этим воздухом? Нет, не нравится. Мы тоже этим воздухом дышим. Ну и в основном как бы вот то, что никому нет дела. Понимаете, у нас самая богатая республика. Вот это вот обидно, что мы работая здесь живем, рожаем, ростим детей. И этим пользуется только какая-то кучка маленькая. Ну, то есть власть. А простому народу достаются какие-то крохи. И самое то, что обидно, что сгорели вот эти села и выделили 30 тысяч, извините, но это вообще неуместно. На эти деньги даже ничего не построишь, не купишь больше. Да. Ну и вообще мне обидно, конечно, за Якутию. Хотя я родилась в другой республике, но она ничем не отличается от Якутии. Там как бы тоже есть свои коренные народы. Но самая большая часть прошла здесь, родились дети. И они вынуждены уехать отсюда, потому что нет зарплаты, понимаете. Они уехали в Питер, работают в Питере, а здесь зарплата намного ниже, чем на материке, так скажем. Происходило буквально этим летом. Мы живем в Якутии, у нас достаточно долгая зима. И вот этой зимой 50 градусов у нас было 4 месяца. 4 месяца дети сидели в запятстве. У меня окна выходят на детский сад, и я всегда слышу, как дети на прогулке щебечут, бегают, играют, и всегда так радостно, особенно утром, утренние прогулочки. И вот всю зиму я не слышала этого щебета детского, потому что были минус 50, я так не выводят. И потом наступила весна, конечно, дети на прогулке, было очень радостно. А потом, когда пошла дымовая завеса, детей опять заперли в детских комнатах. И у меня, в общем-то, две внучки. Я старалась для них сделать дачку, оборудовать, перестроить ее полностью под детей. Ну и все, все это накрылось. Плотная дымовая завеса, а так как я на трцеулок дополнительное образование, я прекрасно понимала, к чему так приведет вот именно вот этот дым. Потому что оксид углерода, он очень ядовитый, это молчаливые убийцы. И они незаметны. Он связывает гемоглобин и не насыщает кислородом кровь. Не позволяет это. А кровь питает все наши органы. Поэтому мы живем в регионе, где вообще мало кислорода. Зимой особенно его мало. И когда еще вот это происходит, ты реально понимаешь, что нас убивают. просто убивают. Мало того, что экология, но еще здесь уже рукотворно. Почему я говорю о том, что это рукотворно? По той причине, что в 15-м году Минприроды был принят закон о нецелесообразности тушении определенных зон. И вот из этого малого произошло вот это огромное... По сути, это собственно катастрофа. Потому что в общем-то зоны нецелесообразного тушения опять же финансированием было. И они переросли в огромные пожары. И мало кто реагировал на это. Просто все говорили. Ну, делали вид, что ничего не происходит. Город Мирный задыхается. Дымовая завеса такая, что в 200 метров у меня не видно телевышку вот с балкона. И тишина вообще, конечно, морально убила то, что наш глава района отдыхал в это время в Геленджике с семьей. И когда мне спросили, а что он должен был застрелиться или приехать сюда? Приехать сюда с первого дня. Это его район. Это он за это в ответе. И в общем-то он несет полную ответственность за то, что происходит в его хозяинах. А он просто купался в море и это шокировало просто. Я написала плакаты, вышла на площадь, потому что что-то надо было делать. Здесь был как раз Айсен Николаев. Самое интересное с Айсеном Николаевым. Неуважаемый, совершенно неуважаемый президент нашей республики. Я смотрела ролик, где было заседание МЧС и ему показывают, говорят, смотрите, вот с 3 по 6 250 гектар у вас горят. Постоянно одна и та же цифра. Его выражение лица, конечно, было растеряно. Знаете, как поймали на горячем человека. И он потом начал передавать, вот я к вам прилечу, я вам расскажу, я вас накажу. Я вот начал стучать кулачком. Ты, глава региона, тебе 4 дня вот эти цифры. Тебя ничего не насторожила, почему именно постоянно одна и та же цифра. Либо ты не в курсе вообще, что творится у тебя в регионе, либо ты сам фальсифицировал эти показатели, а потом делаешь вид и ищешь виноватых. Одно из двух. Ну, это по поводу дыма, поэтому я вышла, я понимала, что это дым, это причина онкологии, это однозначно. И вот эта вакцинация, которую тут шумнику подняли и делают, из мухи слона раздули, это все будет детский лепет по сравнению с тем, что нас ждет в будущем, вот после этого дыма. И маленький нюанс такой, потом, изменение состава воздуха. Если у нас для нашей жизни больше нужно было кислорода, то сейчас гораздо больше в воздухе углерода и, соответственно, меняется климат. Мы это уже почувствовали. Хотя били тревогу уже давным-давно, но наша Россия и правители отмахивались, ничего подобного этого нет. А на самом деле вот эта гарь и продукты распада при горении, они отравляют и выделяют в воздух именно углерод. Ну и потепление климата это зависит от углерода. Вот то, что ждет наше будущее, просто, знаете, в голове не укладывается. Это катастрофа, это мягко сказано. Люди, кто-то понимает, а кто-то отмахивается, говорят, да ничего, ничего, выстрелит. Ну вот против природы ничего нельзя изменить. Вот законы ее, физика и химия, они всегда будут действовать. Хотите, вы не хотите знать этого. Отмахивайтесь, согласны, все равно они будут действовать. И нас ждет именно катастрофа, человеческая катастрофа. Если мы сейчас не остановимся и не начнем что-то менять, менять будет крайне сложно, потому что создают такие условия, когда нация не развивается, нация убивается. И в организации объединенных наций, в основном, там было написано о правах человека, что если власть не выполняет свои функции о развитии нации, то нация обязана сменить эту власть. О каком доверии власти может идти речь? Разве этих людей выбирает народ? Разве они защищают наши интересы? Кто же за ними стоит? И кому были так выгодны пожары в Якутии? Смотри продолжение в следующей части.